Олимпиада Олимпиада это бесспорно самое обсуждаемое сегодня событие. Но не преувеличу, если скажу, у нас в стране есть не менее волнующий россиян вопрос, чем Олимпиада в Сочи. Это вопрос о вводе социальных норм потребления. Власти областей, краев и республик страны должны установить их до 1 июля 2016 года. Об этом говорится в опубликованном недавно решении правительства России. Орловский и еще ряд регионов уже в списке лидеров, причем в списке особом. Сегодня поговорим об этом. В эфире Первое правительство. Я Олег Рудаков. Здравствуйте. Перспективы энергопотребления просты. Как говорится, при всем богатстве выбора другой альтернативы нет. Можно или начать задумываться о сбережении заветных киловатт, или продолжить их бездумно тратить. Но за это теперь придется платить. И платить не слабо. Правило диктует так называемая соцнорма. Ее размер будет зависеть от типа населенного пункта, город это или село, от того, есть ли в доме электроплиты и от количества человек в квартире. Но для начала давайте разберемся, что же такое, собственно, соцнорма. Соцнорма это объем киловатт-часов, который оплачивается по пониженному тарифу. На одного зарегистрировано дается 190 в городской местности и 290 в сельской местности. С точки зрения справедливой тарифной нагрузки нельзя ставить, чтобы житель в коттедже и житель в обычной хрущевке платил одинаково. Это действительно несправедливо. С этим трудно не согласиться. В пилотном проекте по применению социальной нормы на электроэнергию, а он запущен 1 сентября, участвуют 6 регионов. В их числе и наш. Причем для нас такой опыт далеко не в новинку. Начало соцнорма было положено еще 4 года назад. Лимит на дешевую электроэнергию тогда установили в 200 кВт-часов в месяц на одного человека. В 2013-м, учитывая накопленный в регионе опыт, правительство России включило Орловщину в пилотный проект по введению социальной нормы потребления электроэнергии. У нас нет никакого повышения тарифов. Если мы на хозяйство из 4-х человек установили норму, у нас получается там 280. Значит, это примерно на 4-5 человек в среднем 65 или 70 кВт. Значит, и человек, который спокойно в эту норму укладывается, он платит по льготному тарифу. В Орловской области немножко лучше эта ситуация по сравнению с другими пилотными областями, потому что у нас самый высокий норматив. Начинается от 190 кВт-часа на человека. Например, в Новгородской области это 50 кВт. И тут приходится экономить, видимо, уже совсем в другом режиме. У нас один из самых низких тарифов. То есть, если мы даже говорим о том, что у нас 368 – это сверх соцнорма, в той же Тульской области платят 350, без всякой социальной нормы, весь объем. Тула и Орел рядом. То есть, у нас среди центрального федерального округа один из самых низких тарифов. В какой-то мере это можно назвать победой Орловской региональной власти. Впрочем, я не ставлю перед собой цели переубеждать тех, кто в отношении проекта настроен скептически. Я просто предлагаю трезво оценить факты. Тем более, что достаточность показателей социальной нормы для привычного пользования электроэнергии можно наглядно продемонстрировать путем несложных расчетов. Смотрите. В среднем за месяц холодильник потребляет около 50-60 кВт-часов электроэнергии. Стиральная машина – 20-30 кВт-часов. Компьютер – от 20 до 60 в зависимости от интенсивности использования. Чайник – 10-20 кВт-часов. Утюг – 10-30 кВт-часов. Столько же телевизор. Микроволновая печь – 5-10 кВт-часов, так же, как и зарядное устройство. Если сложить минимальные ежемесячные показатели энергопотребления этой необходимой в быту техники, получим около 140 кВт-час. При этом никакой жесткой экономии. Власти говорят, решение по введению соцнорм было оправданным и экономически целесообразным как для потребителей, так и для поставщиков услуг. В целом, в среднем, все 90%, как мы и планировали, домохозяйств вложились в социальную норму. Задача первичная ставилась такая, что жители должны меньше платить. Остальные потребители, которые употребляют больше, соответственно, по коммерческим ценам, по рыночным ценам. И это теоретически даст возможность тарифы на электроэнергию, в том числе для населения, сдерживать. С 2014 года все остальные регионы последуют нашему примеру. Стоит отметить, что опыт реализации пилотного проекта в Орловской области уже признан успешным. Страсти и черные прогнозы, кипевшие в оппозиционных СМИ до сентябрьского принятия соцнорм, оказались, как это часто бывает, банальными страшилками. Более того, проект получил положительную оценку федерального руководства. В проекте постановления правительства Российской Федерации о социальной норме учтены предложения Орловской области о введении регионального коэффициента, применение повышающего коэффициента для многодетных семей. Кроме того, поддержано предложение увеличить на 60 кВт-часов социальную норму на второго гражданина, зарегистрированного в квартире вместо 50 кВт-часов, на третьего, четвертого и пятого по 40 кВт-часов на каждого вместо 20 кВт-часов. В своем выступлении на недавнем совещании под председательством Дмитрия Медведева наш губернатор подчеркнул, что введение социальной нормы потребления в регионе себя оправдало. Еще раз отмечу, что в установленный размер социальной нормы укладываются в среднем 90% населения. Это обоснованная и необходимая мера. Она позволяет решать проблему перекрестного субсидирования и устанавливать справедливую тарифную нагрузку на потребителя. Кроме того, население учится рассчитывать свое энергопотребление и экономить. Александр Козлов поручил Управлению по тарифам в постоянном режиме продолжать контроль за применением тарифов на коммунальные услуги в 2014 году. К этой теме мы еще вернемся. А пока в разговоре о тарифах предлагаю поставить точку. Далее краткий обзор главных событий и беседа с заместителем руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области Дмитрием Зининым. В Управлении налоговой службы Орловской области подвели итоги работы за 2013 год. В бюджеты всех уровней на территории области за 12 месяцев было собрано 19,5 миллиардов рублей. Если сравнивать же результат с 2012 годом, то сумма оказалась больше на 340 миллионов. Губернатор поблагодарил сотрудников за плодотворную работу, которая значительно поспособствовала развитию региона. В ушедшем году коллектив управления в непростых экономических условиях четко обеспечивал наполнение бюджета и одновременно проводит организационные преобразования, связанные с расширением функций. Правительство региона подвело итоги реализации приоритетных направлений деятельности органов государственной исполнительной власти в 2013 году. Перечень состоял почти из 130 мероприятий, которые касались строительства объектов социально-инженерной инфраструктуры, привлечения инвестиций в развитие экономики региона, мероприятий по исполнению указов и поручений президента. Круг задач на 2014-й включает аналогичные направления, сказал Александр Козлов. Основными задачами все-таки перед нами остаются, прежде всего, инновационное развитие реального сектора экономики, потому что от него все зависит. Это абсолютно точно. Это поддержка малого и среднего предпринимательства и бизнеса. Проект реконструкции театра «Свободное пространство» представили общественности. Несколько месяцев над ним трудились архитекторы «Орел-госзаказчика». В представленном в итоге варианте решено установить шпиль, изменить материал кровли, заменить всю техническую начинку, поработав над звуком и освещением сцены. Эта реконструкция продлится в течение нескольких лет. И к юбилею города Орла мы планируем открыть двери обновленного, модернизированного театра «Свободное пространство». Работа Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области неоднократно удоставилась высоких оценок от руководства Следственного комитета. Исключением не стал и 2013 год. Работа Орловского управления признана одной из лучших в стране. Это при том, что нагрузка на одного следователя в 2013 году также была одной из самых высоких в Российской Федерации. Почти пять дел в месяц. Как при таком количестве удается сохранить качество и самое главное все выполнять в срок об этом нам рассказал заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области Дмитрий Зинин. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте. В начале года силовые ведомства подводят итоги своей работы за прошедший год. Сделано это было и в вашем ведомстве. Ваша оценка положения дел на фронте борьбы с преступностью, назовем это так. Если брать состояние борьбы с преступностью в регионе в целом, то в прошлом году количество зарегистрированных преступлений уменьшилось почти на 8%. А если в контексте общей борьбы с преступностью взять работу нашего управления, то по ряду направлений и деятельностей нам удалось добиться определенных успехов, прежде всего связанных с увеличением количества оконченных уголовных дел и прежде всего уголовных дел, которые направлены в суд. Какие преступления сейчас наиболее актуальны? Или во злобу дня, скажем так? Были и продолжают быть наиболее актуальными. Это коррупционные преступления, экономические преступления, преступления, совершенные как несовершеннолетними, так и в отношении них. Проводится также постоянная работа, направленная на выявление, расследование преступлений экстремистской террористической направленности. Наше Орловское управление, ну ваше Орловское управление не раз называлось в числе одних из лучших. И нагрузка на ваше управление, скажем так, немаленькая. И как удается вам? Это действительно хороший коллектив или просто люди работают по 25 часов в сутки? Прежде всего коллектив у нас безусловно сплоченный. И большинство наших руководителей это люди, проработавшие от 10 лет и больше. Состав наших следователей, он очень молодой. В основном это парни, девушки в возрасте до 30 лет. Он периодически меняется. График работы ненормированный. То есть это действительно как показывают в фильмах? То есть в принципе работа съедает основную часть времени, да? Да. Средний график работы молодого следователя это с полдевятого до восьми до девяти вечера. Плюс дежурство в ночное время, связанное с выездами на места происшествия, работа в выходные и дни. Если этого требует определенная нагрузка, необходимость окончания уголовных дел, находящихся в производстве. Работа очень сложная и не все выдерживают. По поводу создания мониторингового центра помощи детям. Его создали именно сейчас. Неужели не было необходимости в нем раньше? Мониторинговый центр был создан по нашей инициативе. Кроме того, что на базе уполномоченного правом ребенка был создан сайт данного центра с информацией о пропавших детях. Все эти инициативы связаны с тем, что была разработана национальная стратегия действий в интересах детей, утвержденные президентом на 2012-2017 годы. Согласно этой стратегии, Следственный комитет России включен в систему органов профилактики правонарушений несчастнолетних и должен принимать соответствующие меры, в том числе и профилактического характера, направленные на снижение преступлений, как совершенных несчастнолетними, так и совершенных в отношениях. Слава Богу, на протяжении двух последних лет на территории нашего региона нет ни одного факта, чтобы пропавший ребенок пропал и не был найден. Все они найдены, и слава Богу, без совершения в отношении них преступлений, криминальных случаев пропажи детей у нас не имелось. Почему возникает необходимость вообще создавать или принимать законы, которые направлены на защиту детей? Принятие одних законов, оно не решит проблему. Здесь снижение количества вот этих вот негативных моментов, прежде всего преступлений, совершенных в отношении детей, зависит прежде всего от взаимосвязанных действий правоохранительной системы, прежде всего, любого региона, в том числе и в Орловской области. То есть мы будем комплексно всеми заинтересованными органами принимать системные меры, направленные на повышение безопасности детей во всех сферах их жизнедеятельности, в учебе, в активном отдыхе. То количество преступлений, правонарушений в отношении них, безусловно, пойдет на спад. Спасибо, Дмитрий Сергеевич, за интересное интервью. Хотим пожелать вам удачи в вашем нелегком деле. Ну и надеюсь, вы нас еще порадуете своими успехами. Спасибо. Мы всегда открыты. До свидания. Это была программа «Первое правительство». Все наши выпуски вы можете увидеть на сайте obladin.ru. Я, Олег Рудаков, прощаюсь с вами. Увидимся через неделю на телеканале «Первое областное». Удачи!